Девушка, которая мониторит сайты по поиску работы, Юлия Яковлева. О ней мы уже рассказывали в одной из наших рубрик. До пандемии коронавируса она неофициально работала на фудкорте в торговом центре. В конце марта ТРЦ закрыли на карантин. Ее рассчитали и указали на дверь. Юлия понадеялась на пособие по безработице, о котором заявил президент. Но соцслужбы быстро вернули девушку на землю. Я задала вопрос. Я говорю, вот я работала в ИП, торговый центр. Нас закрыли. У меня ребенок, говорю, четвертый год. Но я не мать-одиночка. Так получилось, что с мужем в разводе. И нам что-то полагается. Она сказала, все вопросы к вашему работодателю, разговаривайте с ним. Мы вам ничем не обязаны, но вы, скажем так, обязаны сидеть сейчас дома. А на что сидеть, на что жить? Эти вопросы остаются по сей день нерешенные. На что жить таким, как Юлия, и на какую помощь рассчитывать, мы попытались узнать в трудовой инспекции края. Написали запрос, комментарии ждем уже месяц. А Юлия все это время ждала ответа от Центра занятости и социальной защиты, куда направила необходимый пакет документов. Тишина, тишина, тишина. Я все звонила, везде отписки, отписки, отписки. И никто толком ничего внятного не сказал. Ну, как говорят, никто вам ничем не обязан. Все как в прошлый раз. Затем я просто обратилась в прокуратуру. С помощью прокуратуры, как бы вот соцзащита. Сегодня вот отзвонились, тоже попросили справочки дополнительные. Хотя я уже отправила давно, то, что как бы нуждаюсь хоть в какой-то материальной помощи. Несколько дней назад и Центр занятости признал Юлию безработной. Так как она не была трудоустроена официально, пособие у нее не размером рот, а минимальное – 1700 в месяц. Но из-за них пришлось побороться. Люди жалуются в прокуратуру или не доходят все-таки до этого? Ну, я пока не слышал. Люди звонят на горячую линию, просто волнуюсь, что им никто не звонит. На горячую линию мы отвечаем, зайдите в личный кабинет, там все комментарии есть. Пока мы записывали комментарий замдиректора, зайти в Центр занятости попытались десятки человек. Закрыто. Прием ведется дистанционно через портал «Работа в России». Но люди все равно приходят сюда. Сокращение в связи с карантином. Где работали? На ОВЗ. Насколько я знаю, 500 человек сократили. Это только в предыдущем месяце. Еще в этом месяце столько же будут сокращать. Я вот только первый раз сюда сейчас прихожу и вот узнаю, что у них не работает. У меня через электронный, ну через интернет нет возможности собрать пакет документов. Я собрал как вручную все копии. Ну вот пытаюсь, сказали, отпустить в ящик. Написали, что именно сокращен, я что по сокращению. Свяжутся, не знаю, на что надеяться даже. Только в апреле за пособием по безработице обратилось свыше полутора тысяч барнаульцев. Ведомстве добавляют, 70% из них потеряли работу задолго до пандемии. За год 3-5. И на мрот он полагается тем, кто остался без работы после 1 марта, претендует только треть обратившихся. Но как показывает история Юлии Яковлевой. И то при официальном трудоустройстве. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.